хорошо. Потом вы можете благополучно при этом забыть, а подчиненный еще подойдет к вам по-звойски и скажет «Шеф, слушай, а помнишь, вот ты обещал вот это сделать? Ну-ка, как оно там? Народ волнуется». Да, нормальная ситуация, теперь он вами руководит и проводит управленческий контроль. Вот, поэтому иногда, когда нам подчиненный впаривает мохнатую обезьяну, он же потом еще и контролирует нас, да, чтобы мы ее не забыли. Очень интересно, меняются роли, возникает вопрос, так тоже на кого работает. Да, поэтому вот совет, больше всего обезьян сажаются между столами, поэтому, почему еще вот так важно? Мало того, что мы забудем информацию, да, нам еще там хорошую обезьянку подсадят в промежуток. Поэтому надо уметь защищать себя и не принимать эти идеи. Итак, подчиненные не хотят рисковать. Вторая идея, подчиненные боятся критики. Понимаете, в чем проблема? Итак, у меня есть два выбора. Первое, я сделаю работу, подвергнусь вашей критике. Кстати, равно критике можете написать недостаточные оценки. Ну, недостаточная мотивация. Это равно. Я чего-то делаю и ожидаю каких-то для себя бонусов. По крайней мере, нейтральное отношение или, по крайней мере, благодарность. Да, я уже не говорю о материальных вопросах. В этот момент я рискую получить критику. Дело в том, что иногда начальник обладает некой склонностью не хвалить, да, мы об этом говорим чуть позже, или в любом случае считает необходимым к чему-нибудь прицепиться. Ну, типа, чтобы место свое знали, чтобы, типа, в страхе держать народ. Есть так называемый византийский метод, да, чтобы подчиненный все время чего-нибудь боялся. Метод, конечно, безумно веселый, но не очень эффективный. Ну, в смысле, вот, с точки зрения хорошей мотивации. И тогда подчиненный оказывается перед четкой дилеммой. Я могу выполнить работу, то бишь потратить ресурс и получить какую-то неприятную плюху. А могу эту плюху получить сразу, попытавшись работу спихнуть на стол начальника. Вопрос, чего выбрать? Угадайте из трех раз. Если плюха все равно, то, по крайней мере, не буду ничего делать. То есть, сэкономлю ресурс. Ну, а за что получить плюху, какая разница? Либо получить ее вместе с фразой «Вечно ты ничего не можешь сделать», либо получить ее типа «И что это за работа? Я ожидал совсем другого». Так, по крайней мере, проще его получить сразу и не работать. Что часто подчиненные выбирают? Следующее. Подчиненный не обладает ресурсами. Как правило, это происходит в том случае, берем предыдущую страничку, когда руководитель забывает наделить подчиненного соответствующими полномочиями или знаниями. Знание, опыт, полномочия – все это ресурс. Если подчиненный ими не обладает, то он не всегда будет запрашивать ресурс, а иногда предпочтет работу по-тихому свалить на стол начальнику. О, простите, пропустил. Подчиненный не уверен в себе, да? Он не уверен в своей способности выполнить работу, и более того, не уверен в лояльном отношении руководителя к своему неумению, да? То есть опасения критики, прочего, каких-то негативных эмоций. И тогда он опять же предпочтет эту работу спихнуть на стол руководителя. Пускай сам и разбирается. Ну, к вопросу, входить ли в бассейн, да? Подчиненный не уверен в себе, поэтому предпочтет все-таки в бассейн не входить, а как-то избавиться от этой идеи. Следующая проблема – руководитель хочет, чтобы в нем нуждались. Когда руководитель испытывает комплекс превосходства, часто вот это стремление к перфекционизму, да, то ему нравится, когда без него не решается ни один вопрос. Ну, типа, куда же вы тут без меня? Вот так-то. Часто руководители это греют, да, и тогда, конечно, подчиненный это активно эксплуатировать, тащая ему на стол всех возможных обезьян различной степени лохматости, да, потому как, собственно, чего бы не отдать шефу, если шеф от этого кайфует. А то, что шеф при этом приговаривает вот то-то, или типа, вот, ну что это такое, ничего не можете без меня сделать, это воспринимается, подумаешь, господи, ну, поговорит и перестанет. Делов-то на рыбью ногу. Зато ничего не надо делать, да, и руководитель ворчит, но доволен. И, наконец, следующая проблема, это когда руководитель не умеет говорить «нет». Умение сказать «нет» – важнейшее искусство руководителя. Будем это изучать на лидерстве, да. Вот, руководитель не умеет говорить «нет» в ответ на просьбу о помощи, руководитель не умеет говорить «нет», когда к нему подчиненные обращаются с неподобающей работой, да, слушаешь, неподобающей, с той, которую они должны выполнить сами. Вот, руководитель, иногда руководитель боится недовольства подчиненных, да, боится какой-то обиды с их стороны, и просто не в силах отказать сотруднику. Руководитель должен уметь говорить «нет». Ну, в данном случае «нет», ты должен сделать это сам. Ну, а я только хотел посоветоваться. Я не вижу необходимости со мной советоваться. Мы с тобой все обсудили, да. У тебя есть конкретный вопрос, отправь мне по email, да, или ты хочешь задать конкретный вопрос? Не, ну я вот хотел обсудить. У тебя есть вопрос? Нет вопроса? Гуляй. Контрольная точка, там, завтра в 10.00. Руководитель должен уметь отказывать, если полагает, что ему вешают обезьяны. То есть, иными словами, если сотрудник должен справиться с работой сам, до определенного момента он должен с этим справиться. Кстати, это определяется координацией. Отдавая распоряжение, руководитель обычно должен формировать с помощью координации, да, какую-то форму обратной связи, которую он хочет. Например, отдавая поручение, он заканчивает фразой. Значит, вот до этого места мы с тобой не встречаемся, работаешь самостоятельно. А если что? Что если что? А как вот возникнет неожиданный вопрос? Справишься с ним сам. А вдруг я ошибусь? Исправим ошибку. До этого места меня нет. Четко. Или он должен, наоборот, сказать, ты знаешь, значит, если у тебя возникает вопрос, пожалуйста, обращайся ко мне, будем обсуждать. То есть он должен это определить сам. Если нет, значит нет. Самостоятельно. А если будут вопросы, сам их решишь. А вдруг я ошибусь? Значит, ошибешься. А что будет? Ничего не будет, будем исправлять ошибки. А? Да, будешь переделывать, будем исправлять ошибки. Да, нормальная ситуация. Старайся не ошибиться, говорит руководитель. Вы меня накажете? Нет, не накажу, но переделывать будешь. Да, за ошибки не наказывают, но ошибки исправляют. Вот это повышает понимание подчиненного, что проще постараться сделать, чем постараться не сделать. В данном случае. Иначе говоря, для решения этого вопроса в компании существует интересная модель. Интересная модель. Она называется так. Не приходи с проблемой, приходи с решением. Более того, эту модель можно вообще внедрять в готовом виде. Так и называется. Не приходи с проблемой, приходи с решением. Можно себя табличку повесить на дверь. Можно над своей головой. Это уже, так сказать, оформительское мнение. Но. Для того, чтобы быть честным и открытым, руководитель должен, во-первых, объявить, что с понедельника действует новая жизнь. И объяснить, чем она будет заключаться. А будет она заключаться в следующем. Что любому, который ко мне придет с чем-то, я задам следующее количество вопросов, которые приведены ниже. Итак, вопрос первый. В чем заключается проблема? Между прочим, в ряде случаев подчиненные даже приходят к руководителю, не удосуживаясь это сформулировать, а возникает такой поток сознания, как я это называю. Ой, представляешь, там вот это, которое там тогда-потом. Поэтому, да, ну, не всегда иногда все-таки есть устная коммуникация, поэтому руководитель должен пресечь этот поток сознания и сказать, в чем заключается проблема. А я только, в чем заключается проблема? Подчиненный взрослый человек и должен уметь и обязан отдавать себе труд, убрать свои собственные эмоции при входе в контакт с руководителем. Руководитель — это не промокашка и не платочек для сморкания, в который подчиненный должен сбрасывать возникшие у него эмоции. Ну, разумеется, кроме того, того случая, когда вы от этого в восторге, тогда, конечно, пожалуйста, можете стимулировать поток чужого сознания. Это личный выбор индейцев. Если же вам это не интересно, значит, вводим правило. Первый ответ на вопрос, в чем заключается проблема. Эмоции в другом месте, пожалуйста. В чем заключается проблема? Вопрос второй. Какие последствия могут произойти? В девяти случаях из десяти подчиненные об этом не думают вообще. Ну да, то-то случилось. И что? Что и что? Какие последствия? Не знаю. Я не знаю. Давай вместе думать, говорит руководитель. Третья проблема. Какие ограничения существуют для ее решения? То есть, какие могут быть ограничения? Ресурсные, да? Время, деньги, полномочия, технологические. Нет.